МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Экономика и развитие, социальная сфера на качестве на новом уровне. Все это про глобальный план стран-участниц Организации Объединенных Наций. Цели устойчивого развития. На что ориентируют нас в достижении повестки 2030? И что это может дополнительно дать региональному развитию? Сегодня это главная тема. Мы начинаем. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, гости программы. Первый заместитель председателя комитета экономики Гомельского обл. сполкома Андрей Сапко. Андрей Петрович, добрый день. АПЛОДИСМЕНТЫ Тематический координатор направления устойчивое развитие регионов в программе поддержки Беларуси Дмитрий Крпиевич. Дмитрий Викторович, спасибо, что приехали. Как полагаете? АПЛОДИСМЕНТЫ Заместитель директора предприятия спецкоммунтранс Вадим Башилов. Здравствуйте, Владимир Ампулович. АПЛОДИСМЕНТЫ И председателя Гомельского областного общественного объединения инвалиды-спинальники Геннадий Золотарев. Геннадий Григорьевич, добро пожаловать, рад видеть. АПЛОДИСМЕНТЫ Так что же такое цели устойчивого развития? В начале программы в качестве пролога минутный ролик. Внимание на экран. Как мы будем жить в 2030 году? Об этом расскажет глобальный план, принятый государствами-членами ООН, в том числе Беларусью, в 2015 году. 17 целей устойчивого развития, включенные в этот план, пришли на смену целям развития тысячелетия, в реализации которых Беларусь достигла значительных успехов. Цели устойчивого развития затрагивают важные сферы жизни каждого человека и направлены на уменьшение неравенства и сохранение ресурсов планеты. Каждый из нас может внести свой вклад в их достижения для лучшего будущего всего человечества. Достигнем вместе. Никого не оставим в стороне. Итак, 17 целей устойчивого развития. Какие цели, на ваш взгляд, наиболее важны и актуальны для Беларуси? Буквально недавно, несколько недель назад, компания Сачо сделала опрос, такое социологическое исследование о восприятии целеустойчивого развития обществом нашим, и очень интересные результаты. То есть наиболее актуальными наши граждане видят цели, связанные с экономическим развитием, со здоровьем, с качеством здоровья. Ну то есть это цели там 3, 8. Конечно, качество образования. Четвертая цель тоже отмечена. Экологический блок достаточно признан актуальным. Интересна, например, позиция экспертов Организации Объединенных Наций, которые несколько лет назад предложили Беларуси так сказать, платформу ускорения. То есть те приоритеты, на которые делать акцент, и которые будут приводить к достижению цели. И, например, среди них отмечено тоже гендерное равноправие, то есть движение в ту сторону, ориентация на будущее поколение, зеленый переход, цифровые трансформации. И в моем понимании, что это и есть все-таки точки роста для Беларуси. Все больше выходит на первый план именно образование. А может быть и переобразование. Вообще, если более точно, образование на протяжении всей жизни. Почему? Безусловно, образование рассматривается таким инструментом достижения других целей, потому что без него невозможно достичь здорового образа жизни, переориентироваться на рынках труда. То есть ведь цель устойчивого развития – это не абстракции некие, это реакции действительно на те вызовы, на те изменения, которые мы видим каждый день. Ни отсутствия зимы в этом году, например. Ну и плюс цифровая трансформация, которая с каждым днем наступает на пятки общества. И в этом плане получается, что человек уже не может обучиться на всю жизнь один раз. То есть в школе, в университете, в колледже. Он вынужден обучаться все время. И таким образом, именно образование на протяжении всей жизни, поддержка этого образования, какая-то фокусировка со стороны государственных структур, она очень важна. Как мы будем жить в 2030 году? С этого начинался ролик, который не так давно смотрели на экране. А вот действительно, от чего, Андрей Петрович, на ваш взгляд, зависит эффективность реализации этих планов? Главная цель устойчивого развития – это улучшение жизни каждого человека в нашей стране. Хочу сказать, что экономический рост, доступность и качество образования, медицины невозможны в любой стране без учета экологических факторов. Развитие гражданского общества, того же гендерного равенства, поддержки наиболее уязвимых слоев населения. Все должно сработать в комплексе. Но все-таки, наверное, здесь еще и разговор про личную инициативность и активность каждого. Конечно, местные сообщества играют немаловажную роль в этих инициативах и в реализации этих целей устойчивого развития. Хочу сказать, что в Беларуси выстроена четко архитектура поддержки процессов целей устойчивого развития. Дмитрий Викторович, вот интересно мнение гостя из Минска. Как оценивают ваши коллеги опыт гомельчан и гомельской области в деле движения к повестке 2030? Я думаю, что на этот вопрос представителям области лучше отвечать. Но если, конечно, на основании того, что видно, в чем участвовали, безусловно, следует отметить достаточно большой активность негосударственных общественных организаций. Очень много проектов и направлений деятельности. И это в значительной мере отличает от деятельности других, например, регионах. Есть активность на уровне конкретных, я бы сказал бы, территорий, районов в определенных сферах. Но здесь очень важно все-таки понимать, что понятно, что в контексте устойчивого развития делается в нашей стране очень много, и очень много практик можно привести, примеров. Но говоря уже о целях устойчивого развития, есть такой термин. Ведь получается, это концепт глобальный. Но его успех, достижение, это местный и региональный уровень. То есть если там будет происходить действие, то значит мы достигаем цели. Есть такое понятие, как локализация целей устойчивого развития. То есть смысл вводится к тому, что понятно, что мы, делая что-то, уже вносим в свой вклад. Но очень важно все-таки помнить тот принцип, который еще был в повестке на 21 век. Мыслить глобально, действовать локально. То есть видеть вот эти взаимосвязи, видеть, что влияет на одно. И поэтому очень важно это наличие приоритетов, аппетитов, индикаторов, при том, которые рождаются и создаются не конкретными экспертами, а они вырабатываются сообществами. Вот как говорилось, с вовлечением и государственных организаций бизнеса, и организаций гражданского общества. И в этом плане, конечно, хотелось бы все-таки отметить то, что сейчас происходит в Могилевской области. Они на протяжении уже фактически года вели процесс по разработке областной стратегии устойчивого развития. Скажу сразу, он идет непросто, он идет сложно, но он идет. И самое важное, это выработка неких общих приоритетов, чтобы действительно потом каждому делать локальные свои действия, свои проекты и достигать уже совместных результатов. На самом деле мы все находимся в начале большого пути. Да, Беларусь находится на 23-м месте в индексе по достижению цели устойчивого развития. Это действительно очень серьезно, очень важно. С другой стороны, не зря же говорят, что цели глобальные, да, они очень амбициозные, и их достижение, оно действительно само по себе не произойдет. Экономический компонент устойчивого развития. Основа основ. Андрей Петрович, как по-вашему, от чего зависит тот самый рост благосостояния жителей территории? Чем эффективнее сработает экономика, тем более полно наполнятся бюджеты всех уровней. Соответственно, можно рассматривать направление этих денежных средств на большее количество реализации мероприятий в социально-экологическом сферах. Если затронуть уже, скажем так, развитие Гомельской области, то наша область, такая небольшая характеристика, занимает порядка 20% в объемах промышленного производства Республики Беларусь, по 15% в сельское производство и строительно-монтажной работы, 12% в розничество и обороты экспорт товаров. Регион традиционно еще со времен, скажем так, Советского Союза является индустриально развитым и наиболее в республике. В прошлом году произведено продукции, порядок цифр на уровне где-то 11 миллиардов долларов США. Ну и как фактор, в принципе, основное развитие экономики, это, естественно, является инвестирование. В 2019 году, опять же, порядок цифр, инвестиции в основной капитал в Гомельской области составили более 4 миллиардов рублей белорусских, привлечено 85 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций на чистой основе. И это серьезный толчок в развитии. Вот, кстати, про сильное производство, которое ведут к сильной экономике. Какие из крупных инвестпроектов последних нескольких лет уже реализованы на Гомельщине? За последние годы реализовано, не хвастаюсь, достаточно большое количество проектов в Гомельской области. Это, в принципе, связано в том числе с нахождением на нашей территории достаточно крупных производств предприятий. Ну, для примера, допустим, в металлургическом отрасли один наш крупный гигант, как и в области Республики, Белорусский металлургический завод реализовал 7 инвестиционных проектов, да, включая и мелкосортный проволочный стан тот же, и реконструкцию своей печи плавильной, вот, с применением новых технологий применения кислорода. Вот, реческий метизный завод, производство цинкования, расширение производства крепежных изделий. Активно развивалась перерабатывающая промышленность Гомельской области. С нуля построен тот же Туровский молочный комбинат, продукция которого всем нам известна, да, сыры, не только нам, но и нашим восточным партнерам и западным. Крупнейшее производство молочного мелковита, вот, реализовало не один инвестиционный проект, это ИПЭТ-бутылка и Татарапак, тот же упаковка ультрапастеризованного молока. Вот, несколько производств сыров, это и Полесский участок в Хойниках, и Рогачевский молочный консервный комбинат. Список можно продолжать, модернизация идет, это здорово. А сейчас о инвестпроектах, которые находятся на финишной прямой, какова судьба новых линий на Светлогорском ЦКК и Добружской бумажной фабрике? Хорошая у них судьба, глава государства, все вы знаете, был на производстве фабрики Герой Труда, то есть новый завод по производству трехслойного картона. Вот, в принципе, данное производство, инвестиционный проект на 90% он реализован, там установлено по большей части все оборудование, вот, инфраструктура. Остались, скажем так, осуществить пусконаладку этого оборудования, которое там установлено, ну, и произвести небольшие, скажем так, общестроительные работы, проектные работы. Упиралось, скажем так, в определенное дофинансирование этого проекта. Глава государства поставил задачу до конца текущего года запустить это производство. Я думаю, что это будет сделано. Аналогичные задачи стоят сегодня и перед руководством Светлогорского ЦКК. Завод на базе Светлогорского ЦКК он работает, скажем так, в конце января данный завод введен в эксплуатацию, то есть соответствующий акт подписан, выполненных работ. То есть он функционирует в режиме пусконаладки, уже работает порядка 300 человек, выпускается продукция, которая, в принципе, в своем большинстве, 75% экспортируется. И еще немного о инвестициях, которые меняют жизнь населенных пунктов и жизнь местного населения. Петриковский горно-обогатительный комбинат. Что кроме второго по величине месторождения калина и соли в Беларуси получат и Петриков, и прилегающие районы? Хочу отметить, что данный проект также находится на завершающей стадии. 90% готовность первого пускового комплекса. В течение трех лет планируется выйти на проектные мощности. Это производство полутора миллионов тонн хлоркалия. Части плюсов. Первое, хочу отметить, это наверняка будет позитивное социально-демографическое развитие как Петриковского региона, так и Гомельской области, я думаю, и прилегающих территорий. На предприятии данном будет работать порядка 2000 человек. Если умножить на семьи, то это порядка 4000. Это значительная цифра для Петриковского района. Ну и второе направление, мы, скажем так, надеемся, я думаю, что это будет так, это экономическое стимулирование в развитии данного региона. И еще об экономике, зеленой экономике. Вадим Анатольевич, подключайтесь к разговору. Какими шагами, на Ваш взгляд, идет и регион, и страна к этому перспективному и важному направлению? Зеленая экономика – это модуль экономики, который базируется на ресурсосбережении. Сегодня объемы потребления населения растут. К сожалению, ресурсы материальные, они не безграничны. Тем более большой объем мы, как говорится, приобретаем за пределами нашей страны. Поэтому сегодня встал очень вопрос. Это сбережение того объема ресурсов, который у нас есть. В том числе это извлечение вторичных материальных ресурсов, возвращение их в экономику. Тем самым, будем говорить так, способствовать вот этому устойчивому развитию. Вот статистика в тему разговора. В среднем в год в Гомельской области образуется около 600 тысяч тонн отходов потребления. Зрителям поясню, это все то, что каждый из нас с вами в качестве мусора выбрасывает в контейнеры, к примеру, в дворовых территориях. Год за годом и тысячи превращаются в миллионы тонн мусора и целые небоскребы под Гомелем. А вот и проблема – полигон отходов в Речевском направлении полностью ижил свой ресурс. Как быть? Ну, данный полигон необходимо отметить, что он предназначен был для размещения отходов, твердых коммунальных отходов для образующихся от жителей города Гомеля. Значит, поэтому на сегодняшний день действительно он эксплуатируется с 1968 года. На данном полигоне размещено более 5 миллионов тонн отходов, поэтому сегодня земельный участок, который занимает 16 гектар, к сожалению, уже не позволяет еще более продолжительное время размещать там отходы. Поэтому сегодня принимаются меры по изысканию земельного участка для того, чтобы произвести строительство полигона нового уже. И речь стоит подчеркнуть не просто о полигоне. Это будет новое современное мультикомплексное предприятие. Расскажите, как оно будет выглядеть и с чего может состоять? Сегодня большое количество мини-полигонов и полигонов, которые уже эксплуатируются более 20 лет, подлежат поэтапному закрытию. В каждой области будут созданы региональные полигоны. В частности, в Гомельской области планируется создание трех региональных полигонов. Это Гомельский, Мозырьский, Жлобинский. И они будут работать по региональному принципу. В частности, уже принято решение Гомельского облсполкома 14 ноября 2019 года за номером 908 о создании вот этих региональных комплексов. И все-таки, вот более детально, это не просто место размещения отходов. Нет, это комплекс. Сегодня одна из проблем, то, что мусор, который образовывается в том числе жителями города, он проходит сортировку только в объеме 20%. То есть мощности существующего эксплуатирования сегодня завода по сортировке мусора, который находится у нас на балансе, не обеспечивает 100% сортировку. Поэтому вот этот комплекс, который будет построен, значит, он будет принимать отходы не только от образовывающихся от жителей города Гомеля, но и еще шести районов Гомельской области. Это Реческий, Гомельский, Ветковский, Добружский, Лоевский, Чечерский районы. Значит, комплекс предусматривает строительство мусороперерабатывающего завода мощностью 230 тысяч тонн ТКО в год и полигона по захоронению отходов. Сегодня использовать вторично мы пока научились порядка 20-25% от собранных отходов. Много это или мало? Необходимо отметить, что, конечно, тот объем отходов, который сегодня возвращается назад, будем говорить так, в оборот, это недостаточно. Значит, оценку состояния вообще возврата вторичных материальных ресурсов была дана национальной программой, национальной стратегией, разработанной, утвержденной постановленной советы министров по обращению с твердыми коммунальными отходами и извлечению вторичных материальных ресурсов. Данная стратегия, она предусматривает действия до 2035 года. Из отходов доходы что сегодня научились получать из вчерашнего мусора в Гомеля? Необходимо отметить, что на нашем предприятии мы перерабатываем отходы из пэт-бутылки и отходы полиэтилена, из которых изготавливаем люки, крышки, колодцы, наборные колодцы, тротуарная плитка, которая используется при обустройстве контейнерных площадок. Ну и там такие небольшие приспособления для быта в части крышек, для открытия крышек. А все-таки переход к зеленой экономике, на мой взгляд, предусматривает комплекс мер. А что с каждого из нас? Шаги государства видим. Жители региона научились уже сортировать, имеют понимание необходимости в этом? К сожалению, анализ показывает, что сегодня жителями недостаточно исполняются свои обязательства по разделению отходов. Я почему сказал обязательства? Потому что закон по обращению с отходами, который действует на стране 2007 года, обязывает каждого гражданина производить разделение отходов. Поэтому, к сожалению, сегодня вот тот объем отходов, который возвращается, будем говорить так, с контейнерных площадок, это порядка 5% от общего объема, который возвращается назад, в оборот. Повод задуматься, есть над чем работать. Это главная тема, и мы продолжаем. К разговору в студию спешит присоединиться координатор региональной партнерской сети социальных некоммерческих общественных объединений Гомельской области Нина Кекух. Встречайте. Нина Ивановна, добрый день, располагайтесь. Общественное объединение как движущая сила. Что в этом плане организации Гомельщина могут предложить в деле реализации целей устойчивого развития? Ну да, действительно, общественные организации могут и вносят свой вклад в достижение целей устойчивого развития. Так, например, несколько лет тому назад была создана региональная партнерская сеть НКО Гомельщины. Сейчас в ее составе 20 организаций. И особенность этой сети в том, что все организации разнонаправленные. Наши организации работают и в сфере экологии, и женского предпринимательства, неформального и дополнительного образования взрослых, инклюзия, разная социальная тематика, развитие регионов и так далее, и так далее, можно перечислять. Но сеть, тем не менее, объединена тем, что все организации привержены целям устойчивого развития. Работаем мы на принципах взаимопомощи и взаимоподдержки. Каждая организация хочет развиваться и приносить пользу обществу. Вот буквально несколько примеров в тему, чтобы было понятно, о чем говорим. Насколько ваши инициативы поддерживают местные власти и насколько востребованы они местными жителями? Ну, вообще, надо сказать, что ни один проект, ни одна инициатива не будут поддержаны ни государством, ни, допустим, донором, если это проект, допустим. Если этот проект не нужен населению. И вот в качестве ответа на ваш вопрос по поводу, нужно ли это местным жителям, я могу привести пример, например, нашей жидковической организации Белобдеми, Белорусская ассоциация помощи детям, инвалидам и молодым инвалидам, которые сейчас готовятся к открытию социального предприятия по изготовлению чаев из натуральных трав. И на этом предприятии будут работать именно люди с инвалидностью. И, как говорит сама руководитель этой организации, что если, допустим, общественные организации возьмут на себя, ну, функцию такую или задачу по открытию подобных социальных предприятий в малых городах, то, в принципе, проблема трудоустройства людей с инвалидностью в малых городах может быть решена. Вы возглавляете областное общественное объединение «Социальные проекты». Над какими проблемами работают наиболее серьезно сегодня ваши волонтеры в самых масштабных проектах? Ну, надо сказать, нашей организации в этом году 20 лет, и за это время мы, конечно, разбивали самые разные направления в зависимости от, скажем так, задач или проблем в какой-то конкретно временной период. Последние годы мы сфокусировались на направлении неформального образования взрослых для устойчивого развития. Еще перед нами одна задача, над которой мы работаем уже долгие годы – это содействие в процессе ресоциализации осужденных. И еще одно важное направление – это социализация Рома. Да, да, это вообще наш такой многолетний проект. Мы над ним работаем уже порядка 8 лет. В партнерстве тоже с одной из наших организаций «Романа Дром» и в сотрудничестве с Институтом развития и образования. И в настоящее время у нас 5 пилотных площадок, 5 школ в городе Гомель и Гомельской области, в рамках которых мы по нашей же разработанной программе проводим дошкольную подготовку детей Рома, мы помогаем более старшим Рома в освоении программы учебной, такая программа, скажем, общей образованности и, конечно, работа с их родителями, со взрослыми Рома. Что тоже важно. Очень важно, потому что они хотят помогать своим детям. И не всегда хватает знаний, как минимум. Здесь необходима помощь ликвидации безграмотности и обсуждение вопросов с разными специалистами, вопросов воспитания детей и компьютерная грамотность. Ну, в общем, разные программы по запросу самих взрослых Рома. Спасибо, успехов. Цель устойчивого развития, то, о чем сегодня говорим, это ведь действительно и про равные возможности. В Гомельской области проживает, если я не ошибаюсь, около 86 тысяч людей с инвалидностью. Геннадий Григорьевич, какими шагами, насколько активно мы движемся к полной инклюзии? И вообще, может ли она быть такой? Я хотел бы напомнить, наверное, нашим телезрителям, в первую очередь, что такое инклюзия. Инклюзия – это, в первую очередь, процесс реального вовлечения людей с инвалидностью в активную социальную жизнь. И инклюзия предполагает собой разработку конкретных решений, которые дают в результате возможность каждому человеку на равных участвовать в общественной жизни. И здесь очень важны и отношения общества, и заинтересованность власти, создание условий для этого, и все-таки активность самих людей с инвалидностью. Конечно. В первую очередь, любая проблема наибольшим образом всегда решается, когда в ее решении участвуют все заинтересованные стороны. Поэтому проблемы, которые стоят перед людьми с инвалидностью, должны, в первую очередь, решаться с их участием. Если взять историю нашей организации, чтобы оценить этот процесс, который проходил в республике даже по развитию инклюзии, я должен сказать, что когда мы еще регистрировали нашу организацию… Это был 1997 год. 1997 год. Первое общественное объединение инвалидов-колясочников в Беларуси появилось в Гомеле. При регистрации организации мне часто задавали вопрос, а зачем вам это нужно? Вам, людям в инвалидных колясках. Через несколько лет немножко вопросы поменялись, и начинают задавать вопросы другого плана. Не подменяете ли вы своей работой функции государства? Вот сейчас, за протяжении, после 20 лет работы, я хотел бы сказать, что у нас с государственными структурами сложились очень тесные партнерские отношения, и мы считаемся партнерами государства по решению проблем людей с инвалидностью. На сегодняшний день и в Республике создана такая хорошая юридическая площадка, как Межведомственный и Республиканский совет по делам инвалидов. И в Гомельской области тоже есть такой областной координационный совет по решению проблем людей с инвалидностью. И в этом совете работают как заинтересованные государственные структуры, так и общественные объединения инвалидов. Я знаю, не так давно актив вашей организации встречался с архитекторами региона. Какие задачи ставили стороны каждый перед собой? Я должен сказать, что это не первая встреча. У нас уже налажена такая системная работа, в том числе не только с архитекторами, но и с проектировщиками, с организациями, с заказчиками, с общественными объединениями инвалидов. И мы обсуждаем проблемы создания условий безбарьерной среды для физически ослабленных лиц. То есть сегодня она создается и проектируется с учетом заинтересованных, и это очень важно? Конечно, это очень важно, потому что мы сейчас не говорим, что безбарьерная среда отсутствует. Сейчас уже другая проблема. Довести качество этой работы до высоких показателей, чтобы у нас не было вот этих мелких нарушений. Согласитесь, что нашу жизнь портят больше всего это мелочи. Поэтому мы не настолько богатые, чтобы допускать вот эти шероховатости, которые иногда появляются. А потом переделывать. И обращать просто на их внимание и их исключать. АПЛОДИСМЕНТЫ И еще одно экспертное мнение в тему программы ждем в студии на Пушкина 8 заведующего отделом Гумельского государственного областного дворца творчества детей и молодежи Владимира Александрунца. Здравствуйте, Владимир. Располагайтесь. А знает ли молодежь о целях устойчивого развития? Как сделать, чтобы этой информации было больше? Добрый день. Важно сказать, что 2020 год открывает десятилетие решительных действий в достижении цели устойчивого развития. И, конечно же, в этом контексте на глобальном уровне указано действие на глобальном, действие на региональном, на локальном уровне и действие простых людей. И молодежи здесь также отводится достаточно весомая, важная роль. Конечно же, на мой личный взгляд, мы не в полной мере используем потенциал молодежи в достижении цели устойчивого развития, в популяризации этого направления среди широкой общественности и в целом среди жителей как нашего региона, так и Республики Беларусь. Хотя нельзя сказать, что чего-то там не делается. У нас в Беларуси создан такой, как общественный институт, это молодежные послы цели устойчивого развития, это молодежь Беларуси из разных учебных заведений, которые по направлениям устойчивого развития говорят о том или ином направлении, о том, как это важно делать. Есть определенная работа и в Гомельской области, и вот здесь, представляя Гомельский областной дворец творчества детей и молодежи, я хочу сказать, что в этом контексте, конечно же, мы работаем и с лидерами общественных объединений детского и молодежного движения, как такой брендовый проект нашего учреждения, это областные форумы лидеров детского и молодежного движения, где мы с 2017 года начали активно поднимать вот эту тему. Первый раз в рамках недели устойчивого развития в Беларуси, которая проводилась вот в рамках программы поддержки Беларуси, мы говорили о теме устойчивые города и населенные пункты. И вот этот год, он стал для нас таким где-то вызовом, когда мы попытались еще, ну не только рассказать вот информационно, но еще и создать свой такой методический дидактический продукт для участников нашего форума. Мы провели такой ЦУР-маршрут, и результаты этого маршрута показали, что в принципе молодые люди знают о том, что такое устойчивое развитие, какие направления, какие тенденции. Это нас не может не радовать. И, конечно же, вот это движение мы продолжаем и дальше. И прошлый год в 2019-м на 2010-м форуме мы продолжили вообще в рамках трех дней форума говорить о целях устойчивого развития. Я знаю, что сейчас активно работаете над внедрением достаточно новой, как минимум для региона, методологии «Опшифт». Речь про активную жизненную позицию, в том числе тему сегодняшней программы? Конечно, методология «Опшифт» — это программа социальных инноваций для подростков и молодежи, которая в нашей стране реализуется под эгидой детского фонда ООН ЮНИСЕФ в Республике Беларусь. И эта методология предусматривает, наверное, не только связь с целями устойчивого развития, но и эта методология, программа, которая дает возможность подростку, молодому человеку увидеть проблему рядом с собой, попытаться найти ее причины, что привело к той или иной социально значимой проблеме, подумать о том, какие будут у этой проблемы последствия, и сгенерировать, найти какие-то интересные, значимые решения для этой проблемы. Но вот в нашем таком педагогическом понимании кажется, это все социальное проектирование. Но особенность вот этой методологии, она заключается в том, что она дает возможность еще подростку, молодому человеку смоделировать, протестировать вот это решение и уже представить на суд, так сказать, общество. И здесь вот мы также работаем в этом направлении для реализации этой методологии. На форуме лидеров детского и молодежного движения мы протестировали 17 целей устойчивого развития, какие могут быть решения в нашей Гомельской области, в стране. А также по каждой, насколько знаю, проект разработали? Да. Каждая группа проектная разработала свой проект по уменьшению неравенства, по ликвидации голода. И такие даже, казалось бы, на наш взгляд, банальные инициативы, что сегодня важно устанавливать полки для помощи нуждающимся в магазинах. Что в каком-то населенном пункте Гомельской области нужен светофор, потому что это будет вот и инфраструктура и также уменьшение вот количества несчастных случаев. Также молодые люди, вот, ну как самая непосредственная целевая группа, говоря об образовании, предлагала ввести такой институт, форму независимой оценки контрольных работ, шифрования для того, чтобы не было предвзятого отношения со стороны педагога. Каждая идея заслуживает своего внимания, она достаточно важная. И самое главное, что это активная жизненная позиция ребят, которая поддерживается. Меня зовут Елена Михайловна, я представляю организацию несовершеннолетних узников «Дети войны». Вот тут присутствуют тоже они. Я хочу, во-первых, поблагодарить очень нашего Александронца, нашего Владимира Николаевича за его проекты, за то, что он нас привлекает. И мы даже вот, мы в тенсионном возрасте, мы научились благодаря водоустойчивому развитию, мы научились рисовать, мы научились общаться. Вот у нашей организации вообще даже детей, трудновоспитуемых детей, у нас даже поступил мальчик один. Наша организация вообще представляет очень проекты, которые мы организовываем экскурсии, то есть чтобы наши люди, наши люди, пожилые люди, которые, если уже не мобильные, но мы хотим им продлить немножечко жизнь, как бы сделать их досуг более интересным. То есть я понимаю, что в том числе благодаря инициативам молодежи, а вы сотрудничаете с Дворцом Творчества, вы получаете еще один шанс к активному долголетию, так скажем. Ну и что еще я хочу пожелать всем пожилым, кто здесь находится в студии, чтобы самое главное, это не быть равнодушным, даже к окружающему миру, ко всему. Это прямое отношение имеет к теме программы. Цель 17. Партнерство в интересах устойчивого развития. Как понимаю, именно эта цель поможет нам прямо сейчас подвести итоги программы. У каждого из вас, уважаемые гости, по традиции есть буквально по одной минуте для того, чтобы подвести черту в этом разговоре. Геннадий Григорьевич. Я хотел бы пожелать всем общественным организациям социальной направленности занимать действительно активную жизненную позицию. Потому что сейчас такое время, когда принята конвенция о правах инвалидов. Вводится в ближайшее время новый закон, касаемый жизни инвалидов. И нужно быть именно неравнодушным человеком, чтобы вот эти законодательные акты, в конце концов, стали настолько совершенными, чтобы наша жизнь сильно стала лучше и прекраснее. Вадим Анатольевич, реализация целей устойчивого развития. От чего зависит их эффективность? От активной жизненной позиции каждого гражданина Республики Беларусь. Поэтому обращение с отходами. Чем больше мы сбережем, тем мы более чисто ставим нашу землю нашим детям и потомкам. Поэтому это же основная наша задача. Дмитрий Викторович. Мы сегодня видели, вернее слышали много примеров позитивных. Очень важно, чтобы они оставались не просто единичными примерами, а они действительно становились уже постоянной практикой. Поэтому здесь очень важно не только активность организации общественных. очень важно, чтобы создавались определенные условия. Уже говорилось про инклюзию, про ее внедрение, про тот путь, который мы прошли больше 20 лет. Хотелось бы... И этих направлений у нас очень много. И этих задач, чтобы, наверное, мы шли более эффективнее, более, ну скажем, результативно. И тогда очень важно это создание определенных условий, ну тот же внедрение государственного социального заказа, чтобы не государственные, не коммерческие организации могли более активнее действовать. Очень важны различные формы взаимодействия и сотрудничества. Вот мы говорим о партнерстве, о сотрудничестве, о вопрос, каким образом, как это происходит при решении конкретных проблем. И очень хотелось, вот сегодня очень много говорилось про отходы, про работу с ними. Конечно, это очень важно, да, переработка, но при этом очень важно понимать, что одна из задач – это предотвращение отходов. Делать все, чтобы их становилось меньше, а если те, которые есть, их можно было перерабатывать, то есть собрать и перерабатывать. Потому что ведь вопрос упаковки не просто так встал, да, потому что в значительной мере она просто неперерабатываема сейчас. И вопрос сделать так, чтобы можно было перерабатывать и делать такие производства, чтобы минимизировать вообще возникновение отходов. И здесь, опять же, вот на этом примере можно посмотреть роль всех игроков, и государства, и бизнеса, и людей. Потому что те цифры, про которые мы говорили, это вклад всех нас в те цифры, которые есть, да. И если мы с отходами бытовыми, здесь всего не обсуждалось, но есть еще органические отходы, проблема которых не меньше остро стоит перед нашей страной, и с этим тоже нужно что-то делать. Андрей Петрович. Наверное, поддержу Дмитрия Викторовича. Все вытекает одно из другого. Нельзя решить вопросы бедности, не решив нищету. Нельзя решить вопрос бедности, не решив неравенства, да. То есть все переплетено, да, одно вытекает из другого. Получается, вот, каждая из этих 17 целей, наверное, нельзя решить вот так выборочно и одиночно, да. А для того, чтобы поступательно двигаться и развиваться, наверное, должно быть, наверное, эффективное взаимодействие государства, и местных сообществ, и коммерческого сектора нашего, да. Только при этом условии, наверное, будет у нас и эффективное развитие экономики, и экологическая безопасность, и тоже социальная стабильность, да. Итак, это были наши выводы. Сделайте свои. На этом ставим точку. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкина 8. До встречи. Благодарю. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok